Всем доброго утра! Собираемся с девчонками завтракать. Ну, Милена уже, можно сказать, позавтракала. Перекусила у нее с утра все время. Либо какой-то сырочек, либо киндер пингви, что-то такое для детей. А Леруське варю 2 яйца. Сейчас сделаю салатик из пекинской капусточки, с помидоркой. И позавтракать. Я что-то ничего не хочу. У меня сегодня с утра какое-то в животе какое-то расстройство. Что-то живот давит, аппетита нет. Не знаю, что такое. В общем, кушать не хочу. Только голая кофе попила, и все. Привет, Лерусенька! А Лере сейчас сделаю салатик и 2 яичка вареных. Сегодня я планирую постряпать опять блины. Только сегодня у нас будут блины с начинкой. Это блины будут у нас для папы. Девчонки, конечно, больше. Ну, девочкам постряпаю блинчики со сгущенкой или с вареньем. А папе постряпаю с фаршиком. У меня тут размораживается такой небольшой кусочек, грамм, наверное, 400-500 фарша. Пожарю фаршик на сковородочке и заверну в блинчики. Сделаю такие фаршированные, вкусные мужские блины. А девчонкам пожарю просто сладенькие. Ну, если, конечно, захотят, с мясом покушаю. Мелена у нас там еще валяется, еще никак не встает, смотрит там какие-то свои детские передачи по телевизору. Вот, сейчас встанет, умуется, позавтракаем и будем делать уроки, собираться в школу. У нас сегодня погода дождик, туман, на улице, по-моему, градусов 7 тепла, но такая промозглая. Вообще, такая погода сохранится, по-моему, до конца недели. Вот. Поэтому на улицу гулять не идем, будем дома, чем-то заниматься приятным, готовить какие-нибудь вкусности. Сделала салатик с капустой, с помидоркой и положила вот такую вот зерненую горчицу сюда. Мне кажется, что вкусно будет. Не знаю, почему так захотелось, никогда так не делала, а захотелось положить горчицу, вот именно такой зерненой. Она не острая, ее даже вот можно как бы на зубок раскусывать, и она просто такая очень-очень приятная на вкус, как специя. Вот. И что-то захотелось мне сейчас положить ее в салате. Очень вкусно получается с ней запекать и мясо, и курицу. Сверху вот эти вот зернышки запекаются в духовке, и потом очень вкусные, когда зажаренные. Вообще классно. Я очень люблю вообще, что окорочки, что мясо, запекать в аджике, горчице, ну там с майонезом. Очень классно получается. Ммм. Вкусно. Уже даже пальцы блеснули. Класс. Мы сделали уроки. Все сейчас, Милена меня смотала в магазин. Ой. Тетрадки надо. Да, она сейчас пришла. Говорит, мама, я не знаю, как делать домашнее задание, потому что тетрадки у меня кончились вчера на уроке по русскому языку. Вот я поехала, сразу купила по математике и по русскому. Новые обложечки взяла и еще новую ручку. Все. Милена у нас начала ходить вот с таким рюкзаком в школу. Тот забросила свой, может быть, его, я думаю, подарить этой соседке, Лере. Нет. Так ты же с ним не хочешь ходить. Милена взяла вот такой вот рюкзак. Ну, я знаю, рюкзака будет. И, говорит, тот детский и ходит с этим рюкзаком. Класс, когда пойдешь, встретим и купим. Так, я собираюсь сделать тесто для блинов. Я не знаю, что у меня вчера пошло не так, но тесто у меня вчера было хорошее, а блины почему-то прилипали. Не знаю, что это было. То, я сделала не то. У меня никогда такого не было, чтобы у меня блины прямо отскрябывать надо было от сковородки. Короче, я не знаю, что вроде и масло положила, и в тесто положила, и на сковородку положила, а не получилось. Ну, как бы получилось. Нажарила, но как-то мне не нравилось, как они у меня отходят. Вот. Сегодня буду делать вот с фаршиком. Надо будет фаршик обжарить, но это уже после школы буду делать. Сейчас просто тесто сделаю на блинчике, а там уже буду готовить. Кто там у нас пришел? Баба. Че ты, шапки? Замерзла, что ли? Холодно улице. Холодно? Да. Че-то дождя вроде нет. Ну, такая какая-то изморозь, ну, грязная. Я просто думаю, сразу что ли пройти мне туда? Смотрю, вроде ничего, иду, дошла, смотрю, машина, а потом думаю, сколько она уходит-то? Думаю, наверное, я опоздала. То ли 15, то ли 15, то ли 15. Первого. Я забыла. Думаю, ты мне сказала, что ты пришла как рано? Думаю, я думала, уже ты съездила, думаю. Я сейчас только ездила за тетрадками. Взялись делать домашнюю работу, а у нас по-русскому тетрадка кончилась. А, я думаю, ну, все, сейчас пешком пойду, думаю, наверное, я опоздала. Нет, первое. Я запутался и временем совсем. Сегодня у нас видела, что художественная школа прислала? Да, видела. Это что, из-за того маньяка, который венит? А мне кажется, из-за того, что сейчас такие военные действия, я не знаю, но она сказала, написали, что из-за того, что сейчас такое как бы положение, что могут быть террористические какие-то акты, да, и что в школу теперь. А я смотрю, в этот раз Милену привезла в художественную школу, а там калитка на замке. Ну, как бы, я такая еще думала, не поняла, жизнь на распашку открыта. Так, а что это толку? Дети сами заходят, и любой человек может этот открыть и зайти. Мы открыли, закрыли, и она пошла. Да, вот именно. Ну, короче, вот такое вот нам сегодня написали смс, сообщение, то только из художественной школы, из нашей школы, ну, как бы ничего не писали. Муся Андра пришла. Откуда вышла на улицу, ничего не пойму. Она у нас как будто не эта, Муся, как будто не кастрированная, не стерилизованная, то есть, прямо весну почувствовала. Прямо орет на улицу, ей надо, и все. Ненормально, да, Кушка? Вчера делала блины, и почему-то это, прилипала у меня к сковородке. Прямо так тяжко отходила. Почему? Что я сделала не так? Сковородка прогревшая была с маслом? Конечно, всегда как делала, так и делала. И в тесто добавляю, подсолнечное масло, и в сковородку смазываю. И вот они у меня какие-то не такие получались, и все. А сковородочка какая? В которой всегда жарю. И вот сейчас не пойму, сейчас... Не знаю, может мука такая? Блинная. Ну, так я говорю, может мука такая, как я один раз уже купила муку здесь, я не знаю, какая мука, потом уже купила маку. Я купила муку, у меня тесто вроде оно и подошло, а пирог сделала, у меня он осел. И я посмотрела, вот пирог подошва, где-то такой вкусный, но он осел. Вот, может, я тоже думаю, ну вот мука, вот. Может мука такая? Ну, это что, блины, что ли? Я вообще не знаю, как это назвать. Это просто какая-то фигня. То ли это мука такая, то ли что. Я не знаю, что такое, я не знаю, как я сейчас буду фаршировать такими блинами. Может быть, это вот у меня первый блин получился таким комом. Он, конечно, вкусный, ничего не скажешь, но они вообще какие-то неровные, все скукоживается, тесто все скукоживается. Вообще ничего не понимаю. Мука, что ли, какая-то, кто знает такую муку, напишите. Если, конечно, я открою комментарии, то пишите, кто знает такую муку, что на самом деле, вот она некачественная, что ли, какая-то. С горем пополам напекла блинок, но напекла. Я такие блины никогда не пекла. Я не знаю, почему так получается. Здесь у меня фаршик. Это свинина и говядина. Я его не обжарила, а именно потушила. Просто добавила чуть-чуть водички. И он у меня в этой водичке приготовился. Водичка вся выкипела. и получился такой как бы фарш на паровой бане. Сегодня полдня я с этими блинами возюкаюсь. Просто полдня. Леручка смотрит у меня телевизор. А я с этими блинчиками пообещала мужу. Мы вчера настряпали блинов и все их съели. Ну, что-то как-то немного получилось блинчиков. И он у меня, повторюсь, что он у меня не любитель просто кушать блины там с вареньем или со сгущенкой. Это только девчонки у нас любитель. Ну, я тоже люблю. Ну, сейчас, так как я маленько решила последить за фигурой, то тоже, естественно. Какие мне блины? Там один максимум два и все. И то до обеда и больше я, конечно, не кушаю. Вот. Сейчас маму отвезла, когда Милен отвозила в школу, но не сейчас. Маму отвезла в Сбербанк. Мама пошла брать там что-то выписку по счету. ей надо у нас я уже, по-моему, говорила. Нашелся покупатель на дом. Вот. И начали продавать наши риэлторы. А доверенность была просрочена. Короче, делали доверенность на год. Год прошел, доверенность просрочилась и покупатель ушел без... не отдал предоплату за дом, потому что отдавать, по сути, ее некому. Закончилась доверенность, люди, получается, уже никакого отношения к этой доверенности не имеют, он ушел. Так вот, маме назначили на завтра, на 10 часов утра поедем в Северскую. Там, значит, нотариус уже подготовит документы о том, что мама поручает продажу дома нашим риэлторам, которые занимаются. И завтра же переправят в МИАС. вот, я маме говорю, говорю, мам, может быть, это какой-то сейчас такой знак, что доверенность закончилась, что, ну, может быть, стоит сейчас тормознуть эту продажу дома, и просто в случае чего вы можете вернуться в свой дом на Урале. все-таки Урал подальше от Краснодарского края на 2500 километров, и все-таки там, как сейчас нам здесь, наверное, будет безопаснее. На что мне мама ответила, что, говорит, куда я поеду без своих уже детей, вы тут уже, у вас тут дом, вы тут обосновались, я неужели, говорит, я вас брошу и уеду. Ну, короче, мама отказалась не продавать дом, все-таки дом продается, и все-таки надеемся, что это все закончится, и чем скорее, тем лучше. Вот, мне уже пришлось заблокировать нескольких человек, которые которые призывают меня непонятно к чему, выкладывают мне в инстаграм в директ видео, что происходит на Украине, я спросила, для чего вы это делаете, зачем вы мне это все присылаете, на что я получила ответ, чтобы ты видела, как у нас здесь происходит, и женщина одна меня обвиняет в том, что у нее ребенок инвалид, и как, говорит, я с ним должна спускаться в бомбоубежище, у тебя у тебя говорит, Лера тоже инвалид, почему ты об этом не думаешь, я не знаю, что мне писать на такие комментарии, на такие угрозы, я не понимаю действительно, как я могу помочь вам, дорогие женщины, дорогие мои зрительницы с Украины, я на самом деле не знаю, почему вы меня обвиняете в том, что сейчас происходит, я не имею к этому никакого отношения, я еще раз повторюсь, мы русские женщины, мы не хотим войны, у нас очень много городов митингует, и мы надеемся, что это скоро закончится, вам бы я хотела пожелать терпения, конечно, здесь нету таких слов, которые я могла бы сейчас вам высказать, чтобы донести до вас, потому что я все-таки понимаю, и я не могу сейчас осуждать вас за ваши слова, за ваши угрозы, потому что я понимаю, что это крик души, но мне приходится не отвечать вам, мне многие тоже пишут, почему не отвечаешь, и так далее, я не хочу вступать в эти переговоры с людьми, которые меня обвиняют, еще раз повторюсь, непонятно за что, поэтому вы, конечно, можете отписываться от моего канала, это ваше право, но я еще раз повторю, что мы здесь и моя семья, и я, мы здесь ни при чем, и то, что вы сейчас делаете, это ваше право, конечно, можете отписаться, я полностью 100% вас понимаю с какой-то стороны, я не знаю, как происходит это у других блогеров, я тоже знаю, что многим блогерам поступают угрозы, и смс-ки пишут, и все, что угодно, я, многие блогеры не молчат, а разговаривают, многие блогеры молчат, я не могу не говорить об этом, когда меня это касается каждый день 100%, каждый день мне кто-то пишет, что-то присылают, я просто не могу сейчас вот сидеть, печь блины, и делать вид, что ничего не происходит, мы очень переживаем, всей семьей, очень, и переживают большинство людей, я бы даже сказала, наверное, вся переживает за то, что вообще происходит, я далека от политики, я никогда не могу осуждать того или иного президента за какие-то действия или бездействия, я не собираюсь ни с кем это обсуждать, потому что я не политик, я не депутат, не президент, никто, я обычный человек, обычная женщина, у которой обычная семья, только не в Украине, а в Краснодарском крае, я могу просто сказать одно, что я люблю свою страну, и как сейчас нам пишут, что вы все русские, вы там посылают нас на три буквы и обзывают всяко по-разному, я просто хочу сказать, что я люблю свою страну, я горжусь, что я русская, и я горжусь, что я здесь живу, и каждый человек, который живет в каком-то своем государстве, в своей стране, он патриот своей страны, мало очень людей, которые не любят свои страны, и поэтому я не могу осуждать никого, я могу только сказать, что мы хотим мирного неба над головой, чтобы проснуться и посмотреть в новостях, что все закончилось, это самое главное желание сейчас для нас. Мыслирусь я вышла на улицу, время у нас где-то около шести, поехали до бабушки, маленько прогуляться сегодня, Леру, когда забирала, забирала на машине, потому что шел дождик, лужи такие, у нас уже несколько дней так потихонечку идет дождь, а сейчас прям тепло, где-то градусы на 10 тепла, сыро, правда, грязно, но тепло, решили маленечко пройтись, подышать, вот, и вон она, вон она, ласка, что ты тут ошиваешься, а, что ты тут лазишь, опять собак дразнишь, где дружочек твой, где твой дружочек, ласка, где твой дружочек, моя хорошая, я сегодня ее кормила, вынесла кашу ей на улицу, вывалила, покормила ее, не надо дразнить, пойдем, не надо, не дразни никого, пойдем, моя хорошая, пойдем, не дразни, пойдем, здесь две собаки, и вот они их дразнят постоянно, с тем мохнатым бегают постоянно, дразнят их, ну вот сейчас еще будем к маленькому дому подходить, там собака бедная чуть на цепи не виснет, у нее дразнят, она через забор перепрыгивает, грызутся, ой, специально, здесь вот домик тоже построили, все никак доделать не могут люди, помаленьку делают, делают, у них тут такая грязь, завезли, считай, и песок, и глину, и все, и дожди все размывают потихоньку, наводят просто на участки грязь, дом-то уже стоит давно, вот потихоньку идут внутренние работы здесь, крылечко делают, лестницу, подъезд, ну, вот такая вот грязюка, сейчас все такая погода, что прямо грязь, но ничего, сегодня первый день весны, всех вас хочу поздравить с этой датой, скоро будет тепло, хорошо, самое главное, чтобы было мирное небо над головой, как хорошо по зеленой травке, да, Бакс? Ласка, на еще косточку, тебе дед выделил косточку, на,